Всем привет, наши дорогие друзья! Сегодня мы начинаем свой новый выпуск и сегодня мы отправляемся на Южный Гуа. Мы сегодня поедем на нашем верном коне. Ребята поедут на скутере. Ну что, ты готов покорять Южное Гуа? Всегда готов! На светофоре в шлеме стоять очень жарко, но без шлема ездить в Гуа нельзя. Только если по Арамболю покататься, по самой деревне, только выезжаешь, везде куча полицейских, если вы без шлема, вас сразу же останавливают. И будут останавливать на каждом посту, на каждом мосту, в каждом городе. Так что одевайте шлема обязательно. У нас остановочка на тростниковый сок. Надя впервые пробует тростниковый сок. На здоровье! О чем бензин? Не вижу. 102. 102 рубля. Проезжаем город Маргау. Ну что, такой приятный и чистенький город. В Маргау решили заехать вот такой джанаты в фэмили ресторан. Даша заказала биряни с креветкой. Всего... Четыре креветки здесь. Целых четыре креветки. Кстати, между прочим, такой факт есть, что еда здесь, например, в городе, в кафе, дороже, чем у нас в Гуа. В локальных, ну, в кафешках, которые мы находим, на пляже, для туристов. Так, а у Нади что? Ну, я знаю, что это такое. Какая-то жижа, да? Вообще, по идее, это баранина. С рисом. С рисом. С луком. И выглядит это... А рис это отдельно заказывали? Такое от тебя что, Абу? А, ты взял фиш-тали, да? Да. Мы приехали на пляж, который называется Палалем. Парковка платная? Платная? Да. Сколько стоит? По тридцать. Тридцать рупий с одного человека. Ну? Ну, у меня такие двадцать, а потом, да, автор мог. Тридцать рупий парковка стоит. Ну, это нормально. Что я вижу отличительно на этом пляже, что здесь много пальм вдоль всего берега и много лодок припаркованных. Это, например, пляж Баунти. С пальмами. Ну, Баунти, туда Баунти еще далековато, конечно. Надь, как тебе вот так первое ощущение лучше на Рамболе? Лучше в шарфе. Ты еще устала, да, с дороги? Попа болит. Ты что? Это пляж Палалем. Это пляж, как айланд. Айланд бич. Легко туристов. Как я могу сказать. Не много пляж. Это хороший пляж, чтобы приехать. Особенно для русских туристов. Это хороший пляж, чтобы стоять. Много пляж. Много пляжа там. Следующий пляж Агонда бич. Там нет индийских туристов. Только русских, русских, европейских. Апу говорит, здесь не бывает волн, потому что здесь бухта. Пол метра. С детьми хорошо здесь отдыхать. Хороший пляж. Чистая вода. Бухлубая. Какой твой любимый пляж? Саша, он говорит. Агонды? Ну ладно. Тут говорит, Саша, зачем ты нам переводишь? Типа такие, какие-то простые вещи. Но есть некоторые люди, которые еще хуже, чем я его знаю. То есть вообще никаких слов. Я тоже совсем недавно вообще ни одного слова не знал. Поэтому был в шкуре тех самых людей. Поэтому стараюсь, чтобы всем было понятно. Вы можете иметь дом. Допустим, 10 долларов. 8 долларов в ночь. Допустим. Допустим. Бапу говорит, что здесь жилье по 8 и 10 долларов. Еще он говорит, что из-за того, что здесь чистая вода, утром полный пляж, полное море дельфинов. Никаких ночков и людей, которые там огнями, вот это шоу. Здесь таких нет. Никаких хиппи. Здесь такой семейный отдых, с детьми приезжают сюда. Релаксовое миротворение. Здесь туристы. Только, как, вы знаете, здесь туристы. Но люди, танцуют люди. Мною замечено также еще то, что на этом пляже самих индусов-то мало. И я думаю, что здесь можно спокойненько искупаться. Потому что в Арамболе они специально приезжают, чтобы поглазеть на полуобнаженных девушек. И они получают от этого удовольствие. Причем настолько они пялиться, что это прям становится очень, как бы, неприятно. Зашли в ресторанчик. Вот тут такая вот рыба. Выбираете, вам ее могут зажарить. А что имя? Кимфиш. Кимфиш. А, не разные. А, Сибас. Кимфиш. 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 Так, вот мы пока в кафе просидели, уже солнышко спряталось и люди повыходили на пляж. Народу прибавилось. Сына кайфушечка здесь. Здесь они счастливцы, что родились у моря. Видишь, они и загорают здесь, и плавают. Жизнь удалась. Мы дошли до речки, которая впадает в море, и, к сожалению, мы не можем через нее пройти, не снимая обуви. Ищем сейчас место, где можно форсировать речку. Если не удастся, конечно, будем снимать обувь и пытаться, вот как вот этот мужчина, перейти. Я думаю, у нас все получится. О! О! Апу! It's no dirty water. It's river? It's river water. It comes from mountain. Окей. Мы здесь увидели торчащую голову акулы из песка. Это ребята тут байдарочники. Пришли мы к острову, который называется Monkey Island. Но к нему пробраться, конечно, можно, но я не знаю, какая глубина. Хотя вон я вижу, вон вдалеке парень стоит. Ну а пускал, что здесь очень много обезьян живет, но так вот не видно. Может быть, они там спрятались вглубь острова. Говорит, пляж бабочек, если мы на него завтра поедем, там в ноябре, говорит, миллион бабочек прилетает, разных цветов. А вэри манки? Надо идти. Это манки. Это манки. Это манки. Пробираемся сквозь камни. Надежда уже устала. Геолог, кстати, по образованию. Апу, Маугли, смотрите. Слушай, гляди, гляди, гляди. Маугли, ты куда? Не бросай нас. Ой, да. Я срать, или секунду, он уже на вершине. Вот на Палалеме тоже прямо от пляжа идет такой рынок с одеждой, с одеждой сомнительного качества. Обычно как-то тут раз покупала вещи, футболку и штаны, которые порвались буквально после второй носки. В поиске жилья продолжаются. Спросили в одном гисхаусе, там полторы тысячи. Потом домик у моря тоже полторы тысячи. Ну, на троих нам с Надей. Хотели бы подешевле что-нибудь найти. Но говорят, Палалем вообще пляж для богатых. Вот. Тут такое жилье типа там по 300 рупий вряд ли мы найдем. Но сейчас еще спросим. Мы нашли себе целые апартаменты. Так. Проводим обзор. Здесь у нас телевизор, шкаф, стол, кровать, диван, стол. Перечисляем все, что находится в комнате. Здесь кухня даже своя. Холодильник. Вот здесь плита. Значит там газовый баллон, посуда. Здесь у нас балкон. Балкон не покажу. Надя его уже закрыла. И потеряла ключ. Так. И тут есть еще одна комната с кроватью. С большой уже двухспальной. И еще есть такой сюрприз, который очень большая редкость для вообще Индии. Вот. Здесь ванна. Надя говорит, мечтала о ванне и будет сегодня принимать. В общем, такой вот большой достаточно туалет. У нас здесь будет трое. Надя будет спать в зале. Мы здесь. Вот. А Апу? Апу непонятно, что с Апу. Мы хотели его на балконе положить или на диване. Ну, посмотрим. Он вообще у друга собирается оставаться у какого-то своего друга. Но, вообще, у нас изначально история была другая. Апун нам говорил, что у него здесь друзья. И мы рассчитывали, что он как-то поможет нам жильем. Ну, в итоге, мы сами себе нашли жилье. Ну, ничего страшного. Все. Мы выселяемся из нашего прекрасного дома. И поедем сейчас что-нибудь. Поедем. Вот наши хозяева были. Ну, комнатка так ничего была? Да. Неплохой домик был. Мне понравился. Прекорация шире. Я думаю. Не для моей помощи. Она прям у них дублучаток сиденья. А вот это? Да. Неудобно? Ну, мне впиваются прям. Не, ну, а вообще, он такой мощней и поустойчивей. Потому что, когда едешь, вот на поворотах его не заносит. Скутер очень сильно на поворотах наносит. Так, мы приехали в самосную, в чайную. Называется Patnem Chai Shop. Вот такое вот модное заведение. Hello. О, самос много. Вот здесь, в таком серванте, хранятся самосы. Булочки какие-то. Их сегодня утром уже вот свеженькие испекли. Итак, пробуем самосы в какой-то знаменитой чайной, который посоветовал нам Апу. У нас лучше. С нашей не сравнится? Омлет у нас принесли вот в таком исполнении. Это омлета-бургер. Он очень горячий, кстати. Омлет-бургер. А сколько вы заказали? Да. Всего лишь два? Не, а что делать? Я просто булку не хочешь есть. Ну, ты можешь... Хочешь только омлет. Да. Мы идем на пляж Патнем. Уже осталось нам чуть-чуть. Такая дорожка ведет. Вот он, Патнем бич. Пляж для йоги? Да. Пляж для йоги? Да. Русские люди есть? Да. В ноябре, в декабре здесь русские говорят много. Это все йога-классы. Угу. Так, мы с этой стороны тоже пальмы. Угу. Угу. Так, мы с этой стороны тоже пальмы. Угу. 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 Меньше здесь мужчин, больше женщин на этом пляже. Водичка здесь чище, чем в Арамболе гораздо. На цветы такого красивого. Волны такие прям прозрачные. Блин, ну почему у нас в Арамболе не такая водичка красивая? Апу привел нас вот в такую секретную пещеру. Здесь все в зарослях, да, заходишь внутрь, а здесь... Чего мы здесь ночевать-то вчера не остались? Да. Да. Был бы кайфово. Да. Ага. Медитейшн. Ага. Будет все более зеленое после мусонов. Если ты хочешь пройти на следующий пляж, нужно идти вот так через горы пешком. Что-то ты потек. Ой, жарко. Очень жарко. Так, мы тут фотосессию делаем. Надя красивый очень купальник. Где-то надыбала себе. В стиле 80-х. Доски только нам не хватает. Ну ничего, мы найдем. Так, пока Надя фоткается, мы тут по камням походим. Вот они, три линии. Моя, женщина, земля. Не говори о трех дней. Ты любишь счастливой. И твоя жизнь будет счастливой. Не будь сумасшедшим в плане денег, в плане женщины, в плане земли, и твоя жизнь будет счастливой. Хэппи. И вот знак Шивы. Дальше Патнама получается за камнями. Вот такой секретный пляж открывается большой. И там вообще никого практически нет. Футбол с кокосом. Коконутбол. Здесь вот такие домики, прямо на берегу, симпатичные. Тренинг. А Пук говорит, это... ТТС. Угу. Тренинг курс. А, ну это, в общем, в основном живут йоги, кто принимает... Вот здесь йогой занимаются и, получается, живут в таких домиках, прямо на берегу. Ну, кайф. Потом они становятся учителями йоги, то есть это как школа йоги. Мы пока посетили только один пляж, но жарище. Я уже весь мокрый. В Апуп, смотрите, какой номер на байке. 9, 136, Воронежский регион и российский флаг. Москва. Россия байк. Российский байк. Русский. Во всем городе такая вот оранжевая бочва, это глина, по всей видимости. И ты обычно после поездки на байке тоже весь в этой глине. Едем мы на пляж под названием Кола. Дорога трешовенькая такая. Апуп говорит, пойдемте пешком, но потом говорит, вот, давайте на байке попробуем. Это одна из секретных бейков в Гоа. Очень красивая. Это как айланд. Это лучший место для каяков. Это лучший место в Гоа. Лучшее место для каяков. И у нас есть бакуар. Бакуар, бакуар, коннекция. Ну вот река здесь вообще я видела, они встречаются. Но я уже вижу, что водичка здесь шикарная просто. Хороший пляжик. Вот он, Кола бич. А вот здесь река заходит в пляж. Но водичка красивая, такая синяя-изумрудная. Здесь вода почище. Да, хорошая. Ну, мне кажется, я здесь заскучаю. На арамболе там вся движуха. Идем плавать на каяках по речке. Так, а вы, получается, без капитана будете, да? Только, получается, вы с Надей. Только мы вдвоем. Круто. Я вас здесь подожду. Вот, каяки. Сколько она стоит? Для одного человека 100 рублей стоит. Независимо от того, да, на даму или на себе. М-м-м. М-м. 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 Возвращаемся с пляжа Кола По плохой дороге здесь такие ямы Мы аккуратненько попробуем Так, все же, господи Лавочки Держи Вот такая вот тут дорожка Пыльная Сейчас пилот поедет Эпикно, эффектно С дымком, как будто Зря я пошла в кроссовках Потому что здесь пыль Она как мука Вот, посмотрите Что с кроссовками Все в пыли Жопа Ну как? Опять их нет? А где? А мне где? Они не проезжали по плохим дорогам Нет Нет Где? Потеряли Надю с Апу Причем они минуту назад были рядом с нами Может они куда-то свернули? Надя! Апу! Апу! Жопа Надо было Апу снимать, как он там поднимается Там из-за этого пыли Он там Надя упала Короче, вот почему ребята задержались Они упали Покажи Надю мне эти потери Не, 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 потом Потом, потом Сейчас сухает, да? Не надо, просто сейчас мы по пыли Смысла сейчас будет Надя, сама коленку не ушибла? Не болит? Я понимаю, она вся, видишь, каких-то... Она-то на камни упала? Не, я думаю, знаете, вы сейчас ее промоете, это все дело А потом мы выйдем с тобой И, ну, мы поедем все опять по пыли Опять сейчас на кровь пыль сядет Вот, в общем дело Давай, мы еще поподробнее посмотрим И что у тебя еще какие-то последствия? Дай локоть, смотри Задницу еще чуть-чуть Ну, задница нормальная, не отработала Так, все Все Целая, целая Все нормально, дай, не переживай Привезли Надю в очередной госпиталь Потому что, в который мы предыдущий приезжали Он был закрытый И вот еще один Вон, зашли сначала в ту дверь Нам сказали, идите в другую Зашли в другую, закрыто А Надя уже тут вообще умирает уже от боли О, боже, как это страшно выглядит Просто там... А тебе страшно падать было? А? Страшно падать было? Ну, я не падала Вы на повороте упали, да? Да, на повороте Он так закладывал, что ли, как... Да почему он не задекладывал? Не? Просто он не может подержать, дай Потому что он очень маленький, да? Да, подержать Объехали мы три госпиталя И только в одном Надю приняли Сейчас там Надя уже где-то за ширмочкой Нас туда вовнутрь не пускают Сейчас я попробую так чуть-чуть тут заснять Вот так Так вот тут прям за углом охранницы сидеть Ну, рассказывай Тебе помыли, я смотрю, да? Все, обработали? Мне сказали, со мной помыться Мне обработали Ой, да тут вообще ерунда Слушай, просто царапина И сделали укол мне Чтобы я потом уже могла купаться в воде, например Вот И выписали какие-то таблетки Она попросила купить мне бумагу сейчас Чтобы пыли Может, бинтом? Или лучше не надо? Можно и бинтом, да Таким Папер или может быть Это все бесплатно, да? Да, все бесплатно Круто Слушай, это тянута вообще, посмотри Тут какие-то прям это И да, перепугалась Это вообще, это прям у тебя уже через пару дней Все будет нормально Ты больше перепугалась Да, она сказала, что это все нормально Типа это не с Ришкарком Куча всяких майний, перекисью Надь, самое главное Что ты насчет Олдмонка спросила Можно ли бухать? Я сказала, что это уже без вопросов Мы сегодня бухаем А, то есть вот так Отмечаем мое Первое, как сказать, боевое крещение Ну, что-то и да Потом будет, у нас волнушки будет загорается Надо вообще эпично выглядеть на камеру Ну что, мы приехали подкрепиться Особенно Наде надо подкрепиться Да, давно давно не останавливали Какой-то фамильный ресторан А, нет, это аншой бар и ресторан Что-то так Hello Hello I come out А по горе всегда сюда приезжает Меню такое Так, нам всем принесли еду Уапу здесь курочка Кстати, очень даже аппетитненько Огромная порция риса Гимми Хаусный У Нади фиштали И мы тоже взяли фиштали на двоих Еще был омлет Да Вот тут мне, что не нравится фиштали Тут рыбки, смотрите, как мало Вот такая маленькая-маленькая рыбка И вот еще кусочек Ну, получается вот два кусочка Видишь? А так здесь получается какой-то соус Это дал И салат из кабачков Вот, и вот только много риса Окра Это Кабоди Рама Кабоди Рама Это новый рам Люди хотят быть сквозь И мы можем ходить alone Мы можем ходить nude О, nude Да, люди приходят Нет вечера Нет людей Все люди ходят Это ресторан Голенькими загорает Твои люди приходят Они же здесь Если идти к этой стороне Больше безопасности Это Рама Бич Рама Бич Кабоди Рама Кабоди Рама Вот так называется пляж Скоро он будет популярным, говорят В 100 метрах от пляжа, который мы сейчас посещали Клик, и даже как назывался пляж, то что были? Рама Рама Бич Здесь же вот и форт называется так же Кабоди Рама Форт А что бесплатно, да? Фри Форт Фри? Окей Замечательно Это португальцы построили 500 лет назад Мусорка, да? Ого На это сегодня сильно расстроилась Что ты упала А что из всей этой ситуации тебя удивило? Расскажи Ну, не могу теперь Подожди, ты рассказывал мне Я хочу, чтобы ты рассказывал нашим зрителям Бесплатная медицина Что здесь бесплатная медицина Что мне бесплатно обработали рану Сделали какой-то укольчик Вот И такое вежливое, хорошее обслуживание Они сначала меня загнали в туалет Помойся Иди помойся Ты сама помойся? Я думала, они тебя помыли Нет, я сама все помыла И попу И пися И коленку Так, ну давай, давай Вот молодец Да Хм, коленку снимаешь Надя нам вчера рассказала интересную историю Как называют геологов, которые ходят в экспедиции Девушек Геологини Вот, Надя у нас геологини Богини геологини Такая непростая у нас подружка, Надя Красиво звучит Я, Надя, я, между прочим, геологини Мне кажется, после этого видео все пойдут учиться на геолога Девчонки, чтобы стать геологини Ну, форт в своей большей части разрушенный Поэтому тут смотреть особо нечего Вот, некоторые остались еще сохранены укрепления Также здесь несколько пушечек лежит Ну, пойдем сейчас еще пройдемся вдоль стены Может, найдем что-то более сохранившееся Все понятно, да Все поняли, о чем он сейчас говорил Не, у меня вопрос Он был основан в 1763-м Да, да, да А он сказал 500 лет назад Ну, потому что он сам не знает Немножко, я попсчитал Да Двести так лет Двести пятьдесят Капу привел нас на секретную обзорную площадку Они не находятся, они идут только в эту площадку Смотрите, они идут, это хорошая景ация Смотрите, в сутки Смотрите, в сутки Смотрите, в сутки Да Александр, пилот, что тут посреди дороги? Очень просто интересно Я это попробовал, меня даже угощали Но надо нашим зрителям показать Мы сейчас установились под деревом кешью Вот смотрите, вот орешек вы съедаете, да А на самом деле вот так выглядит этот фрукт, да Вот эта вот часть, похож на болгарский пяточек Это съедобное Да, это можно есть А сам орех, это вот, вот этот маленький кешь, который вы едите, да Но его, кстати, нельзя есть без термической обработки Говорят, что он ядовитый, этот орех Даже, мне кажется, на пальцы нельзя, чтобы попадал Но это не точно Есть точно нельзя А эту штуку, вот мы живем рядом с домом И хозяин дома нас угощал Такая терпковатая штучка Но она уже здесь гнилая Да И, кстати, несмотря на то, что в Индии кешью везде растет Ну, как везде, например, в Гоа Деревья на каждом шагу Но стоимость орехов кешью дороже даже порой, чем у нас в России Ну, где-то тысяча рублей за килограмм А вот орешек прям растет на дереве Посмотрите, какой огромный Еще у него вот этот вот цветочек его не поспел А вот так выглядят вообще цветочки Ящу И дерево само А я даже где-то сейчас прям видел Вот такой крупный плод был А, вон там висит Вот он, да? Вот они Висят Красавчики Опа, он уже прям даже Я его чуть тронул, он отвалился Господи, ты еще здесь грязный Кабачок Ух ты, блин, как будто в мошках какие-то Ну вот, он теперь пропадет Ну, давай отвезем, Надя покажем Надя даже не видела ни разу Давай Мы заехали попить чай И спросили вот у женщины Можно ли есть кешью Она говорит, да, его можно есть Только не ешьте вот этот сам орех Порезала нам вот этот большой плод Ну-ка давай, да, чтобы уж первая пробовать Надо, да? Таи 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 Это не ешьте Не ешьте Не ешьте Не ешьте Надо что-то разрезать, я не понял, да, Даш? Когда ты разрежешь его, что-то плохое будет вообще Как тебе сама эта штучка? Спасибо Похоже на айву А, точно, я думаю, ну что ж похоже Да-да-да, Даш, ты прям вообще четенько определила Давай, Надя, ну-ка давай, твое Айву ела? Полностью ешь? Да, на айву похоже Давай Скажем Это одновременно айва, хурма, которая вяжет И оно еще соленое Сладкое Она посолила, наверное И по вкусу не работала Но все равно интересно же попробовать Первый раз ешь, зажадывай желание Угу Айву У Аяву У Азбук На айва У Азбук У Авра У Азбук Магазин У Азбук У Азбук Ссылочка в описании.